Тасманец Доброе утро, малыш! Тасманец Это тасманский попугай Вот я вчера его вечером снимала, а сегодня уже днём Тасманский попугай, который очень красивый, очень умный А живут они сто лет Данный попугай гостиницу выкупили то есть выкупили владение огромный дом под гостиницу Сейчас это пятизвёздочный отель Так вот, данный попугай живёт здесь с 90-го года, как его знают сотрудники отеля А до этого его привёз хозяин И сколько у хозяина он жил, никто об этом не знает Данный Ромео Его зовут Ромео И у него была Джульетта Да, Джульетта была твоя Твоя любимая Джульетта была И он её очень любил Да, конечно, ты её очень любил И все это знают И жили они долго и счастливо Но когда их покинул хозяин То Джульетта Тосковала и умерла быстро В молодом расцвете лет Остался герой Ромео Но Джульетта и в сказке Тоже умирает первая, да? Остался герой Ромео Который продолжает жить Вы видите, это Тасманский попугай Продолжает жить в своей клетке Ему, конечно, очень тесно Абсолютно тесно Ему бы хотелось, конечно Вырваться на волю Но кто же его выпустит? Люди довольно суровые Существа И не выпускают Ромео сидит в клетке Кстати, сотрудники отеля Войдя в положение Ромео Что он скучал Тосковал по своей Джульетте Они купили, привезли ему Новую Джульетту И это было тогда же Все в 90-х годах Но Джульетта Новая Была совсем не той Джульеттой Тасманской Которая была до этого Любимая подруга У Ромео И Ромео Стал с ней ссориться Стал ругаться Джульетта себя как-то Неправильно вела Новая Джульетта И он стал с ней ссориться Ссорились они так много лет С 90-х годов Много лет ссорились И вот буквально Две недели назад Новая Джульетта Тоже умерла Ну, Ромео, наверное, мужчина Суровый И строгий Он ее забивал Ругались, ругались Изо дня в день Они ругались Ссорились Это сейчас он так Пик-пик-пик-пик Да? Он так сейчас Да, да Да, Ромео Да Видите, как он Такой нежненько-миленький А когда у него была Джульетта номер два Он с ней орал Да Он с ней ссорился Он ее не любил Ну, и, соответственно Джульетта Не смогла долго жить И вот две недели назад Как она умерла А теперь мы приходим к нему И разговариваем Ромео, Ромео Ах, мой маленький Ромео Ромео Ах, крошечка наша Ромео Ах, какой же ты хороший Красавец Ромео Вот какой маленький Наш Ромео И теперь Сколько он еще проживет Мы не знаем Потому что Да Живи долго Ромео Живи долго Выживай Проживай всю свою жизнь Чтобы Твоя жизнь Была Конечно Она в клетке Но она видит Много людей Ты видишь Очень много людей Люди Со всего мира Приходят к тебе Причем не просто люди А очень богатые люди Приходят здесь И с тобой разговаривают Щелкают языком И хотят С тобой поговорить Конечно Пообщаться Так что Наслаждайся Хотя бы Той жизнью Которая тебе Отпущена Конечно Жизнь она такая Какие перышки Какой носок И ласковый Должно быть Голосок Да Ворона Каркнула Во всю Вороньегору Ну это То что приходит Из детских лет Мне стишки Это Ромео Красавец Ромео Как ему хорошо Это зимний сад В котором он живет Когда-то Это Был Барский Зимний сад То есть Той семье Которой Принадлежал Весь этот Огромный дом Мы находимся Внутри Во дворе Этого дома И вот Во дворе Этого дома Клетка С попугайчиком Видите Здесь Даже Даже все Что есть Здесь Оно Такое Видите Как Да Попугайчики Лягушки Видимо Ну вот Мопс Рисунок Здесь Такса И все Это Красиво Конечно А все Это Старое Старинное Очень уже Старинное Вот это Меня Смущает Эта Дама С бокалом Вина Но Сзади У нее Рога Вместо Ног Видите Какая Странная Дама Итак Виночки Виночки Вероятно Я думаю Здесь Попугаев Раньше Выпускал Хозяин И они Летали Потому что Вот это Ветка Из Цветов Она Как раз Сделана Для того Чтобы Там Могли Сидеть Попугаи Летать Ну Теперь Уже Сотрудники Отеля Это же Существа Которые Ну Они Конечно Не владеют Ничем Они В общем-то Обычные Обычные Люди И вот Теперь Ромео Сидит Под таким Стальным Замочком Который Его Никуда Не Выпускает Привет Ромео Хорошей Жизни Тебе Живи Дружок Столько Сколько Тебе Отпущено Красавец Какой Же Ты Красивый Ромео Красивый Очень Красивый Как Жалко Что Умерла Твоя Любимая Жена Подруга Очень Жалко Когда Умирает Любимый Человек Ну Конечно Грустно Становится Повеселее Как Сделать Тебя Повеселее Мой Маленький Ромео А Здесь Ну Здесь Тоже Наверное Что-то Для Ромео Раньше Было Потому Что Это Деревянная Такая Выпиленная Скульптура И Наверное Что-то Здесь Было Ставили Для Ромео Может Быть Яблочко Клали А Это Библиотека Библиотека Где Хозяин Сидел И Занимался Вот Такая Библиотека Хозяин Здесь Сидел Занимался Когда Ты Теперь Тоже Можно Прийти Сюда Поработать И Провести Хорошо Время Ну Ботаник Наверное Был А чем Еще Богатому Человеку Заниматься Жизнь Изучать Правильно Вот Флакончик Склянки Это Магия Это Говорит О том Что Человек Был Не Чужд Да Собирать Магические Травы И Варить Зелья Вообще Все Богатые Люди Раньше Варили Зелья Варили Зелья Да Потому Что Это Была Основная Их Наверное Роль Задача Вот Так Проживали Они Свою Жизнь В познании Мира Цветов А вы Так же Живете Вы Познаете Мир Познаете Цветы Это Его Книги И Снова Флакончики Склянки Банки С Зельями Где Когда-то Варились Здесь Весь Шкафчик Посвящен Этим Да Флакончиком Видите Там Наверху Мне Не видно Но Весь Верх Заставлен Флакончиками Вот Он Везде Весь Верх Заставлен Флакончиками Вот Очень Большая Книга Да Покажу Вам Лесенку Где Находилась Еще Библиотека У Человека Который Ну Здесь Море Конечно Мы С В Вероне Это Верона И вот Там Еще Какая-то Огромная Книга Но Висит Вот Такой Шнурочек Который Указывает Что Ходить Туда Нельзя 16 Ноября 2024 Года Верона Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...